Всем привет! С вами снова Андрей Скутерец! Я шучу, с вами славный дружа Обломов! Ну знаете, есть некоторые доставки, которые я игнорирую очень долго, по одной простой причине, они очень дорогие. Но поскольку я уже сделал обзор на Муримана, который был как бы профинансирован в Delivery Club, огромное им спасибо, ссылка на них в описании. То я подумал, что надо все-таки, как это, чертова моль летает в моей комнате. Главное, чтобы она не села на мой чудесный гвоздь. Короче, я решил, что все-таки нужно пройтись по тем доставкам, которые я откладывал много-много раз. Одна из таких доставок это Строганов Стейк Хаус. Это реально ресторан, насколько я понимаю, реально ресторанного уровня. Стейки там стоят по 2, по 3 тысячи рублей. Это не самые дорогие стейки в мире, безусловно. Есть стейки, которые стоят по 3 тысячи рублей, когда они еще сырые. Но, тем не менее, вот такие вот цены Строганов Стейк Хаусе. И у них очень хорошие отзывы, типа там сервис, все дела, гарниры. То есть ты берешь там и приходишь туда, как бы, и вот так вот оставляешь там просто деньги, там 5-6-7 тысяч рублей с человека. Вот, а с напитками может получиться и вообще. Ого-го. Ну и я решил, раз уж у меня постоянный такой чудесный спонсор Delivery Club, я могу себе это хотя бы разик в жизни позволить. Потому что очень хочется попробовать стейки такие, которые подают в ресторанах. Сейчас мы сделаем заказ. Чертову моль, меня бесит, она летает тут везде. Я где-то оставил пакет с открытой крупой, короче, судя по всему. И она теперь тут летает. Я никак не могу понять, откуда она летит. Ладно, неважно. Сейчас мы сделаем заказ. Штука вот в чем. Заказ будет огромный. Заказ будет на 10 тысяч рублей, возможно, даже больше, по одной простой причине. Ну там стейк стоит 2 тысячи рублей. 1 990 рублей, стандартный. А если там какой-нибудь, какая-нибудь там караигненка, еще что-нибудь, ну 1 300 рублей. То есть там нет смысла делать заказ на 3, 4, 5 тысяч рублей. Вот, то есть, короче, придется просирать все спонсорское бабло, даже на пиво не останется. Что поделать? Многие жалуются, что в шоу очень много бла-бла-бла. Наверное, это действительно так. Сегодня я не буду много базарить. Сколько я уже набазарил? 3 минуты? Посмотрите на дорожку на ютубе внизу. Сколько я уже набазарил? 3 минуты точно есть. Неважно. Сегодня мы базарить много не будем. Сейчас мы позвоним просто в Строганов стейкхаус. У них есть доставка. У них нету меню, где ты можешь что-то кликать, и оно ложится в корзину. У них просто нужно звонить и говорить, что и куда ты хочешь. Собственно, вот и все. Не буду больше вам ничего рассказывать. Кроме того, что у нас есть чудесный спонсор, который называется Delivery Club. Серега, что такое Delivery Club? Это мобильное приложение. Ты заказываешь еду прямо на мобильном приложении. Ты скидываешь в корзину. Нажимаешь кнопку. Заказывается. Короче, это чудесное мобильное приложение. Ссылка на него находится в описании. Вы можете просто взять свой телефон, посмотреть рейтинги ресторанов, натолкать всякого в корзину, нажать одну кнопку, и все, вам перезванивают и говорят, мы вам все везем. Лучше такой Delivery Club, вот как это работает. А самое прикольное, что заказывая у них, ты можешь накапливать разные баллы, и потом ты сидишь, и ты нищий. Ты нищий, у тебя нет денег. Такое бывает. Но ты заказывал несколько раз в Delivery Club, и у тебя накопились баллы, и ты заказываешь на них халявную еду. Сильно-сильно экономишь на своем нищебродстве. Это прикольно, это круто. Закачайте, ссылка на них в описании. Это приложение абсолютно бесплатное. Оно ничего не стоит, никаких вложений не нужно. То есть, плюс на плюсе. Типа того. К тому же, огромное им спасибо, потому что без них хрен бы я заказывал на 10 тысяч рублей Строганов Стейкхаус. Я понимаю, что это не доставка, на самом деле, Строганов Стейкхаус. Это реально ресторан. Ну, надоело, чуваки. Ну, в меня эти роллы больше не лезут. Потому что огромное количество людей мне говорят, типа, дружи, смотри, есть вот такие вот суши. Там суши протертые носки, там, знаешь, или. Суши гнилая рыба. Закажи оттуда. Я знаю, что там будет так себе. Ну, так себе. И давиться этим рисом, который лежит там с утра, там сделали на неделю этих роллов, мне просто вломак. Ладненько. Звоним Строганов Стейкхаусу. Очень хочется посмотреть, что они привезут. И смогут ли они привезти мясо реально какой-нибудь мраморный такой медиум прожарки. Мы позвонили в Строганов Стейкхаус. У них есть один маленький минус и огромный-огромный плюс. Минус это то, что тебя задолбят реально. Чуваки, они бешено вежливые. Они мгновенно взяли трубку. И человек просто, он тебе, да, да, я вас слушаю. Какой степени вы прожарки хотите это? Какого производителя, значит, мяса вы хотите того? То есть, там, Аргентина или что там? Какой стейк вы хотите там? Вы понимаете, там, мы этот попросили земляничный суп. Ну, я всегда понимаю, что у меня аудитория. Есть и женская аудитория. Всегда хочется их порадовать, чтобы в заказе было что-то немножечко сладенькое. Хватит двигать камеру. Зачем ты делаешь это? Ладно, неважно, короче. Ты звонишь, и ты просто, ты 10 минут, они у тебя спрашивают, типа, что, как, куда, зачем. Адски вежливые люди. Просто сервис бешеный, чуваки, серьезно. Сервис бешеный, действительно, видно, что это сделано для богатых людей, которые знают, что они хотят, которые понимают, что такое стейки, которые понимают, за что они платят. Я, честно говоря, уже даже разлакомился, вот, как разговаривал с нами оператор, как он рассказывал, когда он привезет, что он привезет, как он извинялся, что у них мороженое к земляничному супу будет в отдельном контейнере, но вполне возможно, оно не доедет, потому что, в основном, эта позиция подается у них конкретно в ресторане. Ну, то есть, просто, вообще, фантастика, феерия. Но, маленький минус, что ты задолбишься. Ты такой, чуваки, привезите мясо пожрать. Да, какой прожарки вы хотите, какой производитель мяса вы хотите, когда вы хотите, что вы хотите, какой гарнир вы хотите, какое вино вам подать. Я такой, чуваки, пожрать хочу, чуваки. Вот. Ну, короче, ладно. Но фишка в том, что очень круто, конечно, и у меня даже сейчас встали ожидания на Строганов стейкхаус, потому что за эти бабки наверняка они делают очень круто. Ну, посмотрим, посмотрим. Они сказали, что время ожидания составит полтора часа. Для стейков это прекрасно. То есть, их полчаса могут в ресторане только делать и час на, значит, на доставку. Сейчас выходной день. Не знаю, застрянут они в пробках, не застрянут. Тем не менее, есть у нас измерялка температуры. Ладно, хватит гнать на меня, что я много бла-бла-бла. Сейчас привезут, сидим, ждем. Строганов стейкхаус открылся 10 мая 2007 года в самом центре, в самом сердце, можно сказать, Санкт-Петербурга, в историческом здании. Я так понял, это где-то около этого дворца бракосочетания. Я там однажды был, когда у меня друг женился. Ненавижу свадьбы, ненавижу. У одного чувака свадьба, а все остальные должны страдать. Все гости должны страдать и ждать, пока они там ходят, пока их фотографируют, пока они там расписываются. Если когда-нибудь я женюсь, никогда не приходите, никто ко мне на свадьбу. Я реально не заставлю своих друзей так мучаться. Максимум, я приглашу их в рестик, когда уже мы будем праздновать. В дизайне интерьеров ресторана нашло отражение желания хозяев сделать его... Почему тут запятая стоит? Ну ладно, неважно. Сделать его посещение незабываемым для гостя. Место одновременно элегантно и демократично. Использование в оформлении интерьеров натуральных материалов, дерева, кожи, придают стейкхаусу атмосферу теплоты и гостеприимства. Бла-бла-бла. Я надеюсь, мясо у них такое же вкусное, как красивые те слова, которыми они описывают свой интерьер. Подождем. Итак, строганов стейкхаус. Я надеюсь, я не очень долго базарил до этого момента. Посмотрите на шкалу на ютубе. Если там прошло больше 10 минут, ставьте дизлайк и отписывайтесь от канала. Короче, строганов стейкхаус справился за час 13 минут. Серега, мой оператор, который все время принимает заказы, сказал, что никогда не видел такой навороченной термосумки, которую принес чувак-доставщик. Там было 4 отделения, она была огромная просто. То есть там феерическая, гигантская термосумка. Ладно, нам принесли 2 вот таких вот пакета. Они именные, они бумажные, все дела. И сумма заказа у нас. Сумма заказа у нас 10 320 рублей. Да уж. 10 320 рублей. Ну ладно, давайте посмотрим быстренько комплектацию и температуру. Ладно, вы знаете, что я не буду все это доставать, пускай оно стоит горячее. Я сейчас измерю температуру одного блюда, вот, например, вот этого вот стейка, потому что тут все практически одинаковые температуры, поэтому, знаете, тут обсуждать особо нечего. Стейк теплый, 45 градусов. Я не вижу смысла измерять тут все, потому что картошка 51 градус, каре ягненка 52 градуса. Все горячее, все, что горячее, все должно было приехать горячим, все приехало горячим. Поэтому я не буду тут это полить. Это понятно, за час 13 большое количество блюд не смогло остыть. Так, тут у нас только соусы и суп. А вот тут у нас вся комплектация. Показать вам комплектацию. Сейчас, где мой топор для анбоксинга? Возьмем мой анбоксинговый топор. Во втором мешке у нас вся комплектация. Я сделаю вот так. Вот так все это приехало. Я так понял, что это земляничный суп. Это мороженое, которое нас предупреждали, что будет растаявшее. Салат холодный. 18 градусов. 18 градусов. Это отличная температура для салата. То есть он прохладненький. То есть ты его достаешь, и он немножко запотевает. А теперь смотрим на комплектацию. Я не знаю, что это. Я не совсем понимаю. Строганов стейкхаус. Прозрачные вилки. Так, комплекты индивидуального рациона питания. Ложка, вилка, ножичек. Таких комплектов. Раз, два, три, четыре, пять. А, к сожалению, салфеток нет. Ну, то есть тут к каждому комплекту прикладывается по одной салфеточке. На мой взгляд, это все-таки очень мало. Особенно для заказов 10 тысяч рублей. О, боже. Вы посмотрите. Тут целое меню прикладывают. Как оно сверстано. Тебан Лебедев сказал бы, что сверстано плохо. Но в целом, в целом и ладно. Итак, чуваки. Давайте мы пойдем по меню. Мы посмотрим, что нам привезли. За комплектацию я ставлю... Тут ничего фантастического. Из таких ресторанов и должно так приезжать. Другое дело, что мало салфеток. Я ставлю восемь с половиной из десяти. Если бы салфеток было много, было бы отлично. То есть, помните, из Моримана вообще приехали многоразовые палки деревянные. Хендмейт деревянные палки, которые там стоят 100 рублей сами по себе. Но в целом хорошо. Контейнеры красивые. Все приехало горячим. Приехало за час 13 минут для ресторана такого уровня. Это очень хорошо. Начнем с простого и с малого. Это у нас овощное соте. Овощное соте стоит 260 рублей. Весит оно у нас 279 грамм вместе с коробочкой, само собой. Посмотрим, что еще за нахрен овощное соте за 260 рублей. Конечно, эти контейнеры хрен откроешь вообще. Так, вот такое вот овощное соте. Ну, оно теплое. Все, что должно быть теплым, все теплое. Не фантастика, но для овощей это хорошо. Я возьму вилку от Самуры. Овощное соте. Что мы здесь видим? Овощи типа гриль, куски баклажанов, перцев, горошка. Попробуем. Ну, отлично пассерованные овощи. Соль, перец, немного чесночка. В качестве гарнира к стейку стоимостью 2000 рублей. Наверняка более чем. Вкусняшка, хрустящая, прожаренная идеально. Другое дело, что это обычные овощи за 260 рублей. Смотрите сами, хотите вы заказывать такое в ресторане или нет. К стейку в качестве гарнира отлично. Но ничего такого, знаете. Это просто шикардосные овощи. Погнали дальше. Картофель жареный с грибами. Точно такой же, как сказать, гарнир. Распакуем его. Понятия не имею, как это распаковывать. Вот такой вот картофель. Тоже 260 рублей. Весит 254 грамма. Картофель, жаренный с грибами. Ну, не фантастическая порция. Чисто в качестве гарнира к основному блюду. К основному блюду. Картошку вижу, грибы вижу. А, температура. Ну, он теплый, все теплое. 45 градусов. Ну, идеально пассерованный картофель. С грибочками. Я бы посолил, наверное, чуть больше. Но, возможно, если бы я посолил чуть больше, оно бы уже перебивало вкус стейка. Не знаю, если бы это была какая-нибудь обычная доставка, я бы за 260 рублей удивился, что, типа, ну, там небольшая порция, тыры-пыры. Ну, очень вкусно. Реально вкусная штуковина. Я сейчас бегу голопом по Европам, просто потому что я очень хочу добраться до стейков. В 890 рублей. 5 штук обжаренных гребешков. 890 рублей. Блюдо это за 890 рублей весит 213 грамм с куском лайма внутри. А, вот такое вот блюдо за 890 рублей. Так, ну, гребешки надо попробовать. Основная фишка гребешков это в том, резиновые они или нет. Вкусненько, но ни о чем. Не чувствую я никакой особенной фишки. И, собственно, как и у моремана, которые сашими из гребешка прослаивали дольками лимона. Ой, дольками лайма. Этот лайм, он горчит. Натуральный вкус гребешка, собственный, немножко забивает. Пожарены хорошо, не резиновые, то есть очень-очень быстро они обжарены. Ну, я не знаю, просто... Я бы, честно говоря, если бы они были сырыми, за них столько отдал. Как за блюдо. А когда они обжарены, то... Во-первых, вот этот лайм надо убирать, потому что он реально придает гребешкам горечь. Они сами по себе обладают сладковатым морским вкусом. Таким... Они сладковатые, с небольшим количеством, видимо, сахара внутри. И очень нежный, свежий морской вкус. А тут что-то... Знаете, такая, типа, креветка с привкусом лайма. То есть как-то очень просто, быдловато. И за 800... Я, конечно, быдло, это понятно, но... Даже я понимаю, что за 890 рублей эти гребешки можно было бы приготовить как-то более изысканно. Вполне возможно, к ним идет какой-нибудь чудо-соус. Давайте посмотрим. Было бы неплохо, чтобы соусы тоже надписывали, потому что абсолютно непонятно, к кому что идет. К чему что идет. Наверняка тут есть соус к Цезарю. Один из этих. Давайте посмотрим, что здесь. Так, это вот такая вот штука. Это какой-то очень качественный, возможно, даже хендмейд майонез. Точно не просто из пакетика. Либо очень дорогой из пакетика. Это... Проливаю. Это грибной соус. Великолепный грибной соус к стейку. Просто прекрасный. Когда мы делали стейки, это, пожалуй, один из лучших, который мы бы вообще делали когда-либо. Так, что же это такое? Это, судя по всему, барбекю. Да, это барбекю соус. А это... Сложно сказать, что это. Это зеленое масло. Петрушка, укроп. Сложно сказать. Может, немножко тимьяна. Все это в масле. А это, я так понял, что-то типа качественного кетчупа. Ладно, это мы оставим к стейкам. Нет, тут нету соуса к гребешкам вот к этим. И сами по себе за 890 рублей не берите их. В ресторане может быть, если вы платите за антураж, за интерьер, за всякое такое. Но когда их обжарили, да еще и вот этот вкус лайма, они превращаются вот в такие вот, как бы, как сказать, маленькие резиновые комочки или около того. Ну, типа, вроде как кушаешь, а вроде... А что я только что съел? Я не знаю. Если бы к ним шел какой-нибудь чудо-соус, там, еще что-нибудь, то вполне может быть. Неинтересное блюдо абсолютно вообще никак. Поверьте, я на вкус отличаю, там, розмарин от тимьяна, я отличаю, там, перец от паприки, я отличаю каенский от мускатного ореха. То есть не настолько у меня, там, отбиты все вкусовые рецепторы. Но это просто, просто хорошо пожаренные, но гребешки, которые, вроде как, и, ну, ни о чем. Погнали дальше. Далее у нас идет корейка ягненка. Одна порция корейки ягненка в Строганов стейкхаус стоит 1990 рублей. 2000 рублей. 100 грамм корейки ягненка стоит 380 рублей. Это вот такая вот штуковина. Так. Вот что такое порция за две... Нет, ну, значит, неплохо на самом деле, мясо есть. Две вот такие вот, как называется, две короны ягненка, или как сказать. Я не знаю, наверное, какая тут степень прожарки. Давайте, давайте посмотрим, какая тут степень прожарки. Для этого просто вот так вот забуримся между ребер. Я надеюсь на небольшую розовинку. Ну, не совсем подошва, но я люблю, когда оно более розовое, конечно. Отрежем еще одну. Ну, да, это идеальная корейка ягненка, мягчайшая, теплая. То есть мы тут базарим-базарим, и тем не менее 46 градусов. Не знаю, как вам. На мой взгляд, выглядит круто. Пахнет она просто обалденно, но интересно, что там со вкусом. Великолепная корейка ягненка, у которой специи не перебивают вкус ягнятины. То, ради чего стоит брать это блюдо. Тут есть специи, но их не так дофига, чтобы вкус терялся среди них. Вот такая вот степень прожарки приезжает по дефолту. Все, что нас спрашивали, мы просили о желательной степени прожарки. То есть не говорят, какая степень прожарки. Мы просто все говорили, желательная, какая нужна. Небольшая розовинка тут есть. Это обалдеть. Я не знаю, вы не представляете, насколько эта штука мягкая. Смотрите. Это просто не мясо, а масло, тающее во рту. С мясным вкусом. Эту штуку можно есть, даже если у тебя зубов нет. Очень вкусно. Довольно-таки дорого. Но порция неплохая. Я забыл, мы, по-моему, забыли ее взвесить. Да, мы забыли ее взвесить. Вот такие вот ребрышки корейки ягненка. То есть вас не обманывают, пытаясь там три ребра подать как блюдо. А тут действительно, если это порция, то это мясо. Жалко, что забыли взвесить. Ну и ладно. Очень вкусно. Ну, в общем, корейка ягненка стоит, конечно, 2000 рублей, но это стоит того. Мы сейчас с оператором ее... Мы просто ее почти целиком сожрали вдвоем за минуту. Потому что... Потому что это ресторанное, охрененно вкусное, тающее во рту блюдо из мягчайшей ягнятины. Жалко, что забыли взвесить. Ну я... Какая разница? Оно бы весило там, я не знаю. Ну там, 350 грамм, ну 400 грамм край. Это дорогая штуковина. Объем еды вы видели, так что и не важно. Ладно. Так, дальше у нас идет просто картофан. Это просто-просто картофан. Ну, это тот просто картофан весом 226 грамм, который абсолютно не нужно заказывать с доставкой. Он даже еще теплый. Да, он даже еще теплый. Просто... Ну, картофель жареный. Ну да, тут все гарниры стоят по 260 рублей. Терпимо, кстати, для ресторана. Но вялые пеструны. Это не картошка фри. И это не жареная картошка. Жареная картошка с грибами, она вкусная. Это понятно, что это. А вот это, это что? Это типа фри? Ну непонятно, короче. Соли мало и я не знаю. Ну то есть мягкая она. И фиг с ним. Может кто-то в ресторане и закажет. Хотя вот я по чесноку вам скажу, что заказывать к стейку из мраморной говядины вот это. То есть картошку, которую вы можете поесть вкуснее, наверное, даже в KFC или в Макдаке, я бы не стал. Э, фиг с ней, погнали дальше. Дальше у нас идет тоже стейк. Еще один стейк. Стейк Петербург. Так, славный топор пошел в бой. Вот такой вот стейк. Теплый ли? Да, теплый. Насколько я понимаю, тут что-то типа медиума должно быть. Или медиум вэл. Ну, наконец-то. Ну, слава богу. Это первые люди, которые доставляют стейки и учитывают, насколько стейк дойдет, пока его везут. Он розовый внутри. Посмотрите. Он мягкий. Ой, господи, я забыл. Все время забываю взвешивать, так жрать охота. Этот стейк весит 307 грамм. Он стоил, по-моему, 1990 рублей. Он мягкий. И он розовый внутри. Наконец-то. Обычно, обычно. Вот это первый раз. Серьезно, чуваки, это первый раз. Обычно тебе говорят по телефону, знаете, вежливые все по телефону. А какую степень прожарки вы хотите? Ты говоришь там, рейер, например. Медиум рейер, например. Пофиг, что ты сказал. Вот после того, как тебя спросили, какую степень прожарки ты хочешь, и что ты сказал, вообще всем наплевать. Тебе все равно привезут подошву. Судя по всему, Строганов стейкхаус это первые чуваки, которые учитывают, что оно будет ехать еще, что оно будет доставляться. И что оно должно быть вот такой степени прожарки. Это то, что мы заказывали. Это не сырое, но розовое мясо. Попробуем. Это просто великолепно. Я понимаю, что убого жрать из пластикового поддона стейк за 2000 рублей. Так, я не знаю, что мы к нему возьмем. Я думаю, что грибной соус сюда пойдет отлично. Это богоподобный стейк. Строганов стейкхаус. Это единственное место, которое привезло стейк той прожарки, которую ты просишь. Это у нас стейк Рибай. Ой, я извиняюсь. Нью-Йорк. Да, 2000 рублей стоит у них стейк. Но я вам скажу так. Я заказывал стейки, где они стоят 1300 рублей. Но то, что мне привозили, мне привозили просто долбанную подошву. Здесь он стоит 2000 рублей. Много ли это? Да для обычного человека это огромная сумма. Некоторые люди на 2000 рублей неделю живут. Причем умудряются еще иногда курочку себе покупать и гарниры. Неделю можно жить на 2000. То есть можно сделать закуп в понедельник на 2000 рублей в гипермаркете. И безбедно, и безголодно, еще и с печеньками к чаю жить неделю. Некоторые, правда, и 2, и 3 недели живут на эти деньги. Но это, это такой стейк, какой он должен быть. Это та степень прожарки, которую мы делали в выпусках славных стейков. Я не знаю по поводу специй, соль, перец, тут все как бы в тему. Я не знаю, может тут есть чуть розмарина, но он, знаете, то ли это в соусе, то ли нет. Очень нежно, ничто не перебивает вкус мяса. Ну, чуваки, серьезно, строганов стейкхаус завоевывает мое сердце вот этой степенью прожарки. Вот она, вот это рекомендованная рестораном степень прожарки стейка. Это, друзья, мое мясо со вкусом говядины. Грибной соус богоподобен. Оно просто тает во рту. Я не знаю, как вам передать. Кстати, что касается соуса, там не шампиньоны, там белые грибы. Да, да, я по вкусу отличаю соус на сливках, жареный с шампиньонами. Он такой попроще, знаете, от соуса с белыми грибами. Не уверен, что с белыми, но это точно не шампиньоны. Короче, стал бы я себе заказывать с доставкой такой стейк? Наверное, нет. Я бы в том же самом гурманине купил такой же кусок мяса, сам бы его пожарил. Потому что я умею его жарить. Потому что мы уже 10 передач засняли типа славного стейка. Потому что я знаю, как, с чем и почему. Как его нужно жарить, как его нужно доводить. Как нужно делать соус. Если бы я был чуваком не бедным, а который просто хочет попробовать, что такое стейк? Что все говорят об этом? Стейки, стейки. И такой типа, ну ладно, закажу. Да. Привозят быстро, привозят горячо и привозят так, как надо. За 2000 рублей, конечно. У строганого стейкхауса, строганов стейкхауса, есть бургер. Я слабо верю в бургеры с доставкой. Он стоит 690 рублей и должен весить 300 грамм. Он весит 504 грамма. Я так понял, что это... Это бургер расслоенный. И... А смотри-ка, вроде и нет. Вроде и сухой даже еще. Я что-то не ожидал. Теплый ли? Я просто думал, что он уже будет размокший в мясо. Даже котлеты еще теплые. Смотри-ка. Смотрите-ка, даже почти эта штуковина не промокла. Его подают вот так вот, привозят. То есть собрать его ты должен сам. Что я предпочту сюда зафигачить? Я сюда предпочту зафигачить вот этот мазик. Мазик. Потому что мазик с котлетой должен просто идти на отлично. И немного кетчупа. Но это я так сделаю, потому что я люблю мазик. И я люблю кичунес. И оно все пойдет вот так. И этот бургер стоит 690 рублей. 690 рублей. Но в нем все есть. Сейчас. Котлета, отдельный соусец, лист салата. Все есть. Ну, я не знаю. Если хотите, бургеры все-таки в мясной лавке повкуснее. Там они просто в котлету добавляют чуть бекона, там соусы вымеряют, там все дела. Вот. Это здоровенный, офигенный бургер. Просто с гигантской котлетой внутри. Просто с огроменной котлетой внутри. Явно не из самой плохой говядины. Но другое дело, что есть его не очень удобно. Чуть-чуть, видите, чуть-чуть он подмокает. И, ну, котлета очень вкусная. Булки мягкие. Все есть. Ну, я не знаю за 700 рублей. Бургеры из мясной лавки. Вот пока что стейки, мясо из строганов стейкхауса богоподобно. А бургер, ну, он бургер. Ну, он бургер, он с доставкой. Вот он приехал, вот он стоит 700 рублей, вы видите. Никакой фантастики. Просто очень вкусный бургер. Конечно, не чита Макдаку, но и не чита мясной лавки. У них чуть-чуть все-таки покруче. Ну, да, если кто не понял, тут только одна котлета толщиной с какой-нибудь Биг Тейсти в Макдаке. Одна котлета. И да, это нежнейшая сочная говядина. Может, чуть-чуть передержана разве что. Сложно сказать, потому что мясная лавка. Там у них чуть-чуть розоватое даже мясо. Вот эта мраморная говядинка, из которой они делают. А тут как бы все хорошо прожарено. Просто офигенный бургер. Хочу ли я отдавать за бургер 700 рублей? В ресторане за этот да. Но приду ли я за бургером в строганов стейкхаус? Нет. Стейк топ-блейд. Тоже 2000 рублей. 311 грамм. А должен весить 300, как я понял. Ну, то есть, свои граммовочки. Супер топор. Коп с топором. Свои граммовочки они соблюдают. Да, это стейк топ-блейд. У них такая, как бы, ну, нельзя сказать, что жесткая. Но не особо жесткая. Она такая жилка посередине. А так они состоят из двух относительно мягких частей. Это не самый премиум мега стейк. Вот. Но очень он неплох. Ну, пока мы базарили, он уже, он, видимо, был такой же розовый. Но пока мы базарили, он уже дошел до более мощных кондиций. Но, впрочем, он тоже еще розоватый. Он тоже еще розоватый. И я думаю, что стейк топ-блейд мы польем вот этим вот ароматным чесночным маслом. Да. О, да, вот так. Как сам делал. Реально. Эта штука сделана на гриле. Обалденно. До нужной степени прожарки. Судя по всему, чуваки, которые работают строго на стейкхаусе, они делают это по 10 тысяч раз каждый день. И они знают, что они делают. Это вкусно. Это сочно. Это великолепно прожевывается. Но это почти идеальный стейк. Я не знаю, что сказать. Я бы хотел бомбануть и прикопаться. То есть, серьезно, чуваки. Мне абсолютно пофиг, привозят хорошо или плохо. Примерно один из 10 обзоров у меня проплаченный. То есть, люди заплатили, чтобы я сделал на них обзор. Но, например, последний из таких обзоров был на плейпиццу. Которая была так себе. Я и сказал, что так себе. А парни попросили сделать на них обзор. Понимаете? То есть, они попросили, сказали, чувак, мы тебе дадим денег, мы тебе оплатим весь заказ. Только ты закажи и скажи нам, что с нами не так. Ну, я вам скажу. Мне абсолютно пофигу. Я никогда не делаю никаких проплаченных заказов. Типа, скажи, что мы хорошо делаем. Делайте дерьмово, получайте по носу. Максимальная сумма, которую мне предлагали. Я уже говорил за то, чтобы я сказал, что заказ суперкрутой. Не важно, что привезли. Чтобы я довелся, сидел и говорил, типа, как вкусно. Сейчас уж и весь. Почти 100 тысяч рублей. Для меня это огромная сумма. Но я не готов за эти бабки продавать свое имя. Люди мне верят, люди мне верят, потому что я говорю правду. Вот это офигенный стейк. Я потратил на этот заказ свои кровные 10 тысяч рублей. Слава богу, что часть из этого профинансирована в деливере. Но все равно. Это великолепно. Это нежно. Это сочно. Это идеально прожевываемо. Это не пересолено, не недосолено. Это великолепные куски стейка. Нравится вам это, не нравится. Я констатирую факт. Почему я знаю, что это хороший стейк? Потому что я сам такое делал много раз. Что-то у меня получалось, что-то не получалось. Вот это похоже на то, когда у меня получалось. На 9,5 из 10, может даже 10 из 10. Я таких стейков с доставкой пока ниоткуда не получал. Распакуем ложечку. Потому что сейчас у нас будет крем-суп с грибами. Который, крем-суп с грибами и сливками, стоит 310 рублей. За 310 рублей, но он еще теплый, правда мы тут долго уже базарили. За 310 рублей нам предлагают 424 грамма густого. Насчет теплоты, он уже достаточно остыл. Ну как остыл, 41 градус, пока мы тут базарили, бла-бла-бла. Попробуем шикардосный суп. Нежнейший, загущенный. Ну это превосходно. Не знаю, лучше ли это крем-суп вообще из всех в моей жизни. Но он прекрасен. Я чувствую там сливки. Я чувствую там мощный аромат грибов. Просто зашибись. Походу все, что касается... Все, что касается контента, связанного с мясом и соусами. Сливки, грибы, чесночное масло. Вот эти чуваки, они просто идеальны. А вот грибешки у них ни о чем. Ну не умеют они делать морепродукты. Понимаете? Ну просто обжарили они эти грибешки. Получились такие, ну не резиновые, но комочки непонятно чего. Долбанули туда шмат лайма вот такой вот типа... Ну типа блюда. Ну не умеют. Все, что касается мяса, богоподобно. Реально, реально чуваки знают, что они делают. 620 рублей у Строганова стоит Цезарь. За 620 рублей, один из самых дорогих Цезарей, мы получаем 277 грамм салатика. Кстати, тут в комплекте идет еще вот это. И вот это вот, друзья мои, тертый хрен. К чему это идет, я понятия не имею. Это просто тертый хрен. Так, ну вот такой вот Цезарь. Куски курицы вижу, листья вижу. Листья в соусе. Сухари прямо в нем уже не очень. Уже промокшие. Но тут походу листья даже порваны руками. Как говорят, типа к Цезарю нужно рвать листья руками, а не резать. На мой взгляд вообще пофигу. Но курица какая-то на гриле обычная, нарезанная кусками. Листья хрустящие, листья типа в соусе. Не знаю, насколько правильно тут сделан соус. Я так и не могу понять, тут его не так много, чтобы вкусить. Ну просто я бы не стал отдавать за это 620 рублей. Ну листья, ну промокшие сухарики. Ни в каком месте они уже не хрустящие с доставкой вообще абсолютно. Грубо порезанная курица. То есть есть вот такие вот кусочки. Есть там вот такие вот кусманы. Как-то все не очень аккуратно и... Не, не самый плохой Цезарь. Он вкусненький, но я не знаю. Я бы 620 рублей за него отдавать не стал. Даже сыр похож на пармезан. Да, наверное, это пармезан и есть. Не самый плохой, но очень дорогой Цезарь. Вкусненько. Если заказываете стейк и любите Цезарь, может и можно. Но просто сухари не хрустят и соус как-то он... Ну, я не знаю. Так, ну а тут где-то 6,5-7 из 10. Хорошо, действительно хорошо, учитывая, что некоторые привозят вообще нити Цезаря. А черт знает что. Но фиг знает. После стейков богоподобных вот этот Цезарь, он не кажется мне какой-то фантастикой. Завершает наш обзор салат строганов, который стоит 560 рублей. 560 рублей за 250, ну понятно, короче, 250 грамм салата. Что интересно... Блин, славный топор, такой славный, что прорезает пластик на раз. Что интересно, что этот салат состоит из стейка. Так, значит, руккола. Видим. Куски стейка. Не знаю какого, правда. Какой-то странный. Сейчас понюхаю. Ах, что-то типа ароматного, прохладного места. Вот так. Попробуем. 560 рублей. Но не моя тема. Такая прохладное, прохладное, прохладное мясо. Практически полностью безвкусное, розоватое. Ну, посмотрите сами. И при этом ароматное. Такое, типа зеленого масла. Соус сложно сказать, из чего сделан. Поливаешь рукколу. А зашибись. Просто я как-то больше любитель такого, знаете, мяса прожаренного, теплого. Ну, салат из холодного стейка, он имеет место быть. Просто не моя тема. Вкусно. Сделано хорошо, отлично. Но я просто не знаю. Я не фанат такого. Вот и все. Короче, вердикт построгану в стейкхаусу. Чтобы много не базарить. 10 320 рублей. Платная доставка. Доставка стоит 1000 рублей. Стейки по 2000 рублей. Салаты по 500, по 600 рублей. Гарниры по 260. Сложно их в чем-то обвинять, потому что это вообще первое место, откуда привезли такие крутые стейки. Это первое место, откуда привезли настолько круто прожаренное мясо, где ты вот ешь и ты чувствуешь, что это стейк, вот как бы ты сам себе сделал. Если бы ты умел. Шикардосные листейки, богоподобные. Все остальное, то есть тут цезарь за 600 рублей, ну норм, но цезарь за 600 ре, такой цезарь, знаете, ну неплохой, хороший цезарь. Гребешки, да ни о чем они. Сколько эти гребешки 800 рублей стоят? Да ни о чем они, честно. Не рыбный ресторан это, не японский, не китайский. Нафиг гребешки уродовать таким количеством горького лайма. Что они там плавают, эти резиновые гребешки там. То есть, они не резиновые, вру, конечно. Ну как-то ешь, ну непонятно. 800 рублей, вы что издеваетесь? Мясо перевешивает все. Если бы я заказал только мясо, только стейки, это было бы 9,5 из 10. Минус полбалла там за отсутствие гигантского количества салфеток может быть. Так, это... Я даже не буду ставить никаких баллов, потому что... Ну не заказывайте у них цезарь, там бургеры, хороший, отличный бургер, большой. Просто что его там заказывать в Строганов стейкхаусе? Кто там будет ради бургеров приходить? Ну может у мясной лавки все-таки чуть получше бургеры? Они поинтереснее, туда и соусы фигачат, и черти что. Сервис у Строганов стейкхауса, он великолепный. Начиная от супервежливых людей, которые спрашивают все, от степеней прожарки до того, чьего производство мяса ты хочешь получить, заканчивая гигантскими термосумками с кучей отделов, что холодное-холодное, горячее-горячее, все отделено, все зашибись. Заказывать ли у них стейки? Шут знает, чуваки. Я не знаю, готовы ли вы платить 2000 рублей, чтобы пожрать на дому шикардосный стейк с доставкой. Я не готов. Ну, вот точно не на каждый день нифига, это очень дорого. Ну как очень дорого? Наверняка есть рестораны, где стейк стоит и от 10 тысяч рублей, есть рестораны, где там всякие трюфельные соусы, там подают с крошками золота, там всякое такое. Здесь стейк стоит 2000 рэ. Это хорошая ресторанная цена. Тебе его привозят, и он такой, какой он должен быть в ресторане. Вот что поразило, вот что удивило, вот что очень сильно порадовало. За этим все остальное, как бы все эти маленькие минусы какие-то, они все скрашиваются. Строганы в стейкхаус, получают большой лайк. Стейки у них можно заказывать, если хотите заказать кусок мяса и получить его вот в таком виде, как надо, заказывайте у них, просто без вариантов. С вами был славный дружа Обломов, кушайте много, кушайте вкусно, надеюсь, обзор понравился. Я старался обозреть то место, которое очень сочное и вкусное, но, блин, какое же оно дорогое. Реально, строганы в стейкхаус, это дорогое место для людей, которые хотят прийти и пожрать мясо. А если вы там еще будете напитки заказывать, типа вин каких-нибудь, виски или еще что-нибудь, там долбануться, сколько бабла уйдет. Для состоятельных парней, короче. Напоминаю, что нашим спонсором, как всегда, является Delivery Club, приложение для заказа еды к себе домой. Нажимаешь одну кнопку, еду уже привезли, все зашибись, все удобно. Ставьте рейтинги отрицательные плохим ресторанам, положительные хорошим ресторанам. Если нравятся обзоры на мясо, ставь пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов, подписка-отписка, всем пока. По скрипту мы совсем забыли про земляничный суп, который представляет из себя вот такую вот розовую жижу. Это сладковатое земляничное варенье с куском растаявшего мороженого. Потому что мы тут долго пердели и нет, не заказывайте ничего с мороженым в доставке. Потому что это полный бред. Ну, так себе, короче. Если бы тут был шмат здоровенный замороженного мороженого... Замороженного мороженого, йоу. Вот в этом земляничном супце, ну, тогда, может быть, а так какая-то бодяга получилась. Уже теплая, нагретая. Короче, шут с ней. Короче, это все целиком абсолютно про сочные куски мраморного medium rare мяса. Это вообще не про цезари, это вообще не про сладкое. И это вообще не про какую-нибудь там размягчую картошку фри или бургеры. Строганов стейкхаус. Это стейки 10 из 10, а все остальное так себе. Всем пока.